Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Когда завершат ремонт дорог, намеченной на это лето, и появится ли в городе новая пешеходная зона? Глава администрации Олег Фурсов провел выездное совещание, лично проверил, как идут ремонтные работы на дорогах и рассказал о перспективах Самары в этом направлении. От фасада до фасада система комплексного подхода к ремонту дорог необходима Самаре. Это позволит преобразить город, сделать его более привлекательным. Юных пионеров Огибалова, Венцика, Ульяновская на этих улицах сейчас вовсю кипят работы по замене асфальтового покрытия. Полностью завершены они будут до конца июня. Ремонт проезжей части, замена бортовых камней, ремонт пешеходных тротуаров в плитку, ремонт газонов. И полностью замена схемы ОДД. Это разметка, знаки, светофоры. Ремонтные работы ведутся круглосуточно. Такой режим позволяет ускорять и сохранять темпы. Самарцы к некоторым неудобствам относятся с пониманием, радуются перспективам ездить и ходить по хорошим дорогам. Я считаю, что все-таки дорогами у нас стали заниматься. Особенно тротуарами. Это особенно радует. Город стал немножко преображаться. Ремонтируется так-то. Конечно, хотелось бы больше. Да, работы идут. Рад, конечно, что дороги делают. Рад, что дороги делают. Ну, побыстрее, конечно, надо делать. И по качеству. Выездное совещание по Самарским дорогам, которое провел глава администрации, показало. Комплексный ремонт, согласно графикам, и к качеству претензий нет. Зато есть уникальная находка на улице Венцика. По словам Олега Фурсова, роскошные мостовые, выполненные из гранитной брусчатки, оказавшиеся под асфальтом на дорогах с интенсивным движением, восстановить нельзя. Но и в этой ситуации можно найти оптимальный выход. Если будет создаваться новая пешеходная улица, от Красноармейской до Ленинградской по Молдогвардейской, мы там такую дорогу восстановим. Там очень красивые булыжные мостовы. Это гордость нашего города, это связь времен. И большинство столиц, европейских столиц, они имеют такие участки. Придают определенный колорит, который приятен как местному населению, так и туристам, которые приезжают. На это лето в Самаре грандиозные планы на дороге. Работы на Южном шоссе практически завершены. Комплексный ремонт ждет 13 городских магистралей, а также улицы Новосадовая, Луначарского, Фрунзо, Московское и Заводское шоссе, выездную дорогу через Страмилово. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Разгрузить основные магистрали Самары позволит запуск двух улиц-поперечников. Новая четырехполосная дорога должна появиться на двух участках 22-го портсиезда. От улицы Новосадовая до Московского шоссе и от проспекта Карла Маркса до Ставропольской, где на сегодняшний день полноценная дорога отсутствует. Кроме того, должна быть обновлена улица Гастелло от Московского шоссе до Новосадовой. Длина этого участка составляет 960 метров. Глава администрации Олег Фурсов поставил задачу привести в порядок и городские газоны. Сейчас работы ведутся вдоль отремонтированных улиц. С газонов снимают верхний слой почвы, выступающий за бордюрный камень, и засеивают новой травой. Специалисты объясняют, теперь земля с газона после дождя не будет уплывать на проезжую часть. Трактор с ковшом и люди в оранжевых жилетах с самого утра на работе копают рыхлят. Самарцы, глядя на них, не жалуются, наоборот, подбадривают, чтобы работали активнее и ждут результатов их труда. Очень даже хорошо. Надеюсь, что так у нас и будет, чтобы город у нас был, как бы сказать, чистый. Все было, вот, планировку делают, мы очень рады, все очень рады. Нам было удобно, город, чтобы был красивый. Конечно, надо немножечко потерпеть. Пусть работают эффективно. Сейчас грунт на многих газонах возвышается над проезжей частью, и после дождя земля, попадая на дороги, превращается в грязь, а высыхая, создает облака пыли. Для решения этой проблемы с газонов необходимо снять верхний слой почвы и уже потом засеять новой зеленью. При этом на зеленых зонах сохраняются растущие деревья и кустарники. После проведения всех этапов работ городские улицы станут не только крашеной, но и чище. Чернозем будет засыпаться на 5 сантиметров меньше, ниже бортового камня, что, соответственно, даст возможность избежать сползания грунта на проезжую часть после того, как пройдут дожди. А это, соответственно, отразится на чистоту проезжей части, на отсутствие пыли. Газоны, расположенные на проезжей части дорог, благоустраивают во всех районах Самары. Сейчас уже обновили зеленые объекты на проспектах Масленникова и Кирова. Улица Революционная. Работы на пересечении Победы и Среднесадовой завершатся к концу этой недели. Алина Чемерис, Мариана Мирная, Алексей Золотенков, События. Более 70 административных протоколов с начала этого года было составлено полицейскими за продажу алкоголя несовершеннолетним. Возбуждено 9 уголовных дел. Возможно, скоро за подобные преступления предпринимателей также будут лишать лицензии. Об этом во время совместного рейда в поселке Шмидта рассказали начальник городского управления МВД Дмитрий Блохин и председатель городской думы Александр Фетисов. Один из продуктовых магазинов в поселке имени Шмидта. Кроме хлеба, колбасы и прочего на витринах спиртные напитки, которые продают кому попало, не спрашивая паспорта. В этот раз пенный напиток оказался в руках 16-летнего подростка. По словам начальника городского управления МВД Дмитрия Блохина, молодежь под шофе нередко совершает необдуманные поступки, порой роковые. 26 мая на территории Советского района, когда в состоянии алкогольного опьянения девушка 97-го года, которая является несовершеннолетней, совершила убийство своего знакомого в 91-м году рождения. Ситуация самая-самая банальная. В ходе распития спиртных напитков. Вот эти факты реализации алкоголя несовершеннолетним являются достаточно показательными. За продажу алкоголя несовершеннолетним продавцу может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Что касается юридических лиц, в 10 раз больше. То есть до полумиллиона. Сейчас городские власти совместно с полицией обсуждают вопрос о лишении лицензии предпринимателей за подобные нарушения. Добросовестные продавцы понимают всю серьезность ситуации. При предъявлении паспорта только мы продаем алкоголь. Вот и все. Это очень строго и четко. Потому что у нас лицензия, она очень дорогая, и нам есть 4 лет. Мы этот закон соблюдаем. Помощь в выявлении подобных нарушений с недавнего времени полицейским оказывают общественники, активисты народного контроля. Изменить всю ситуацию, в том числе и в нашем городе, в области, в стране, можно только в взаимодействии с людьми, с неравнодушными гражданами, с представителями молодежи. Только так мы сможем препятствовать нарушению закона. После инспекции магазинов Дмитрий Блохин и Александр Фетисов в форме добровольной народной дружины прошли по улицам поселка. Как выяснилось, не зря. Уже через несколько минут на остановке был задержан мужчина в состоянии то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения. По словам местных жителей, подобного контингента на улицах поселка становится все меньше. Их выгоняет и милиция, истинно патрулирует, смотрит. Если раньше говорили, что поселок Шмидт – это криминальный район, то сейчас я нигде такого не слышу. Чтобы добиться положительного результата и сделать жизнь в городе безопаснее, 4 дня в неделю на патрулирование улиц выходят более 200 нарядов. В их составе полицейские, дружинники, сотрудники частных охранных предприятий. Марина Кравцова, Павел Баймаков, Павел Бросняков. События. Специальный патруль впору отправить охранять улицу Олимпийская в Самаре. Там вспыхнул в буквальном смысле вооруженный конфликт. Инцидент произошел на территории овощебазы номер 3. Как рассказывают очевидцы, средь бела дня к воротам подъехало несколько машин, из которых выскочили вооруженные люди и попытались проникнуть на территорию базы. Переехали, вот стояли, хотели туда за эти люди убить. Даже стреляли. Или пять, или шесть раз. Пистолет, автомат что был? А я откуда знаю. Парт, парт, я слышу, я сам бегом пришел назад. Ну боятся. Я был здесь. Прямо вот около ворота. Они стреляли. Не видели, кто отток. Я откровенно говорю. Не видели, кто. Это база моя. Сюда никто не может лезть. Пусть попробуют, зайдут. Местные, в свою очередь, стали отбиваться от незваных гостей, чем придется. Начали забрасывать их машины всеми подручными средствами. В ход пошли камни, лом, деревянные поддоны. В ходе потасовки один человек получил ранение и, по данным полиции, был госпитализирован. Кто он и какие именно травмы получил, пока не сообщается. Причина конфликта также неизвестна. Есть ситуации, в которых опасность можно спрогнозировать и избежать. К примеру, на железнодорожных переездах. Тем не менее, многие водители спешат, рискуя здоровьем и жизнью. В Международный день безопасности на переездах в профилактические рейды отправились железнодорожники. Совместно с инспекторами ГИБДД напомнили водителям о правилах дорожного движения. Железнодорожный переезд – 1083 километр вблизи станции Лепеги в Новокуйбышевске. Ежедневно через него проезжают сотни автомобилей, но соблюдать правила готовы не все водители. Некоторые идут на неоправданный риск, пытаясь проскочить на красный сигнал семафора и нередко застревают на путях. В этот момент все зависит от реакции дежурного по переезду. В считанные секунды он должен принять все меры, чтобы не допустить трагедии. Когда у нас препятствие на переезде, по первой секунде мы срываем пломбу, на второй секунде мы включаем кнопку заграждения и третью секунду начинаем оповещать машинистов, которые приближаются к 1083 километру к переезду. Некоторым все же удается проскочить, но опасность запрещенного маневра от этого не меньше. Информацию о нарушителях дежурные передают в ГИБДД. Штраф – 1000 рублей, либо лишение водительских прав от одного до трех месяцев при повторном нарушении на год. С начала этого года на переездах Самарской дистанции Куйбышевской железной дороги зафиксировано 27 нарушений и два столкновения автомобилей с поездами. Безымянка Смышляевка, 21 апреля. Значит, водитель грузового автомобиля оставил автомобиль в колее первого главного пути и скрылся с места происшествия. Тем самым произошло столкновение грузового поезда. В Международный день безопасности на жадопереездах железнодорожники и инспекторы ДПС в очередной раз напомнили водителям о правилах дорожного движения, проводя с ними профилактические беседы. Впрочем, многие автолюбители уверены – на своей безопасности время лучше не экономить. Так как я сам железнодорожник, поэтому я знаю, что это такое – прискочить, провести переезд. Иногда проскочишь, а иногда и нужно не проскочить. Здесь нельзя, я считаю, никак не перееду. Это жизнь людей. Водителям напоминают – быстро остановить, например, товарный поезд, который идет на полном ходу непросто. Тормозной путь может достигать одного километра. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. В Ленинском районе Самары жители микрорайона Волжанин встретились с участниками предварительного народного голосования, организованного партией «Единая Россия». В результате голосования определятся списки кандидатов от партии на выборах в районные советы депутатов. Русский самовар и скатерть-самобранка с угощениями. В микрорайоне Волжанин во дворе дома 207 по улице Молодогвардейская царят дружелюбие и гостеприимство. В предварительном народном голосовании, который проводит партия «Единая Россия», здесь участвуют два человека. И прежде чем они станут кандидатами в депутаты, встречаются со своими будущими избирателями. Рассказать о себе, своих планах по развитию микрорайона – первая и скорее главная задача. Проблемы жильцов, которые сегодня собрали здесь, и меня как жильца своего дома. У нас у всех в принципе схожие проблемы. И кто-то в конечном итоге должен брать это и пробовать решать. Я считаю, что я в состоянии. У меня достаточно силы, энергии и желания что-то изменять в районе и действовать во благо жителя. Власть в Самаре становится ближе к народу. Раньше на одного депутата приходилось около 30 тысяч человек. Теперь по новому уставу, когда микрорайон может выдвинуть нескольких избранников, на каждого приходится в среднем по 2-3 тысячи. Три округа было, один депутат. А сейчас вот даже в микрорайоне будет два депутата. Естественно, жителям будет обратиться с своими проблемами или нуждами. Участие в предварительном народном голосовании примут порядка 900 человек. Свой выбор горожане смогут сделать до конца июня. Из числа участников кандидатами на выборах 13 сентября станут 568 человек. В итоге представлять интересы жителей в районных советах будут 284 депутата. Половина по одномандатным округам, половина по партийным спискам. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. В микрорайоне «Крутые ключи» на первой встрече жителей с общественниками решали вопрос озеленения. Общественные советы микрорайонов, созданные в Самаре менее двух месяцев назад, активно включились в работу. Они не только собирают все просьбы и обращения жителей на встречах проекта на связи с губернатором, но и помогают решить наболевшие проблемы горожан. По-европейски чистый, уютный микрорайон «Крутые ключи» буквально залит солнцем. Вот только в летний зной местные жители с удовольствием укрылись бы от палящих лучей в тени деревьев. А негде. На южной стороне микрорайона и зелени в основном трава на газонах. Мы очень хотим, чтобы нам посадили побольше деревьев. Место здесь позволяет. Очень нам всем здесь нравится. Все красиво, все хорошо. Вот единственное, что не хватает – мало зелени. Вопрос озвучили на общественных слушаниях проекта на связи с губернатором. Общественный совет считает, проблему озеленения легко решаться совместными усилиями. На основе пожеланий жителей скорректируют планы управляющей компании по высадке деревьев. Да и сами вместе с соседями будут регулярно устраивать субботники, займутся ландшафтно-парковым дизайном. Вопросы и проблемы жителей уже решают. Это вторые общественные слушания проекта. На первых люди просили сделать на бульваре Финютина дополнительную остановку общественного транспорта. Было пожелание, связанное с тем, чтобы изменить расположение автобусных остановок. И вот сейчас мы как раз написали такое письмо в департамент транспорта с просьбой изменить и расписание движения автобусов, и место расположения автобусных остановок. И я уверена, что такая последовательная настойчивая работа позволит нам эту проблему решить. Связь жителей с властью обеспечивают общественные советы микрорайонов. Как утверждают в «Круппе ключах», будут стараться решать проблемы каждого конкретного двора, каждого жителя. На общественных слушаниях определяют приоритеты. К примеру, на дорогах рядом с детскими площадками жители просят установить лежачих полицейских, чтобы автомобилисты не гоняли. А водителям нужны дополнительные парковочные места по мере заселения микрорайона. Во дворах машину уже негде поставить. Не хватает сейчас на данный момент, мне кажется, парковочных мест для автомобилей. Это как бы я автомобилист. Если сказать, что стоянки есть, они все-таки далековато от переполнения. Общественные слушания будут проводить регулярно, подводить итоги проделанной работы, собирать новые обращения. К тому же два раза в месяц в микрорайоне работает приемная общественного совета. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Сажать деревья, правильно утилизировать отходы, очищать водоемы – все это задачи экологов, которые тоже своего рода врачи, только для природы. Помочь им может каждый, и для этого нужно хотя бы не мусорить в лесу и на улице. Всемирный день охраны окружающей среды отмечают 5 июня, но экологи уже принимают поздравления. Несанкционированные свалки и самовольный сброс отходов в водоемы – проблема больших городов. В Самаре с недавних пор нарушителей практически ловят за руку. Во многих местах, куда незаконно любили привозить мусор, установили камеру видеонаблюдения. В борьбе за звание самого экологичного города 2014 года Самара уступила лишь Чапаевску. Диплом за почетное второе место – результат кропотливого труда, в том числе и сотрудников Департамента благоустройства и экологии. Наиболее актуальная проблема – это деятельность по обращению с отходами. У нас происходит постоянный ремонт контейнерного парка, контейнерных площадок. Ежегодно выделяется серьезная финансия на это мероприятие. У нас организован сбор водоохранных зон Саратовского водохранилища и малых рек, которые расположены в черте города. Природа не привыкла роптать, а на день за днем стоически терпит эксперименты человечества и ищет возможности восстановления. Наша святая обязанность – помочь ей, уверен заслуженный эколог Самарской области Андрей Васильев. Эту награду профессор получил в честь Дня эколога – профессионального праздника всех защитников природы, специалистов по охране окружающей среды и простых людей, которым не все равно, кто готов любить и беречь природу. И тетя Маша тоже эколог, ведь она дышит воздухом, она, ну, как, отходы она выносит, да, поэтому хочет человек, не хочет, он вообще-то любой, как бы, соприкасается с экологией. Но если говорить о профессиональном экологе, то, ну, пожалуй, это какое-то обостренное чувство, вот, что надо защитить окружающую среду. Уже 16 лет в Самаре награждают лучшие города, районные организации, школы и даже детские сады, которые активно трудятся над созданием благоприятной экологической среды. Ежегодно список участников конкурса увеличивается. В 2014 году было прислано 350 заявок. Мариана Мирна, Артем Сулайманов, События. Телеканал Самарагис расширяет зону своего вещания. Настройте Самарагис в кабельной и цифровой сети «Волга Газ Телеком». Смотрите нас онлайн на сайте самара.тв и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Все вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самарагис». Банки активно сокращают персонал. Этот процесс начался еще в прошлом году. Более 2000 сотрудников в первом квартале этого года сократила группа ВТБ и сокращение штата будет продолжено. В банке «Уралсип» персонал в первом квартале был сокращен на 10%. Небольшие сокращения прошли в «Райфайзенбанке» и в «Нардеябанке». На днях было объявлено о массовом сокращении в «Сбербанке». Специалисты отмечают, что рынок вакансий в банках сильно перегрет, так как работу ищут сотрудники банков, потерявших лицензию. Вот странно. Я думал, что в банках нормальных сотрудников давно уже повывольняли. Впервые за пять лет Албания сохраняет визы для российских туристов на летний сезон. Власти страны не поменяли правила посещения страны для российских туристов, как это по традиции делалось перед летним сезоном. До этого российские туристы с конца мая до октября могли находиться в Албании 90 дней без виз. В этом году российским туристам, которые захотят посетить Албанию, придется оформлять визу в посольстве в Москве. Также поездка доступна для обладателей Шенгена и многократных виз Великобритании и США. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1648 пунктов. Среди лидеров роста – Башнефть, ТГК-1, Северсталь, Полюс Золото и Русгидро. Аутсайдеры – Солер, Сокрон, Яндекс, Аптичная сеть 36.6 и АФК-система. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы завершили день небольшим ослаблением. На азиатских площадках динамика торгов разнонаправленная. Сегодня состоятся очередные переговоры по греческому вопросу. Нефтяным котировкам не удается закрепиться на отметке 66 долларов за баррель и наблюдается снижение. Курс доллара на 3 июня – 53,44 рубля, курс евро – 58,60 рубля, золото стоит 2042 рубля за грамм, серебро стоит 28,69 рубля за грамм, цена нефтемарки Brent – 65 долларов 75 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Самарские ветераны дзюдо готовятся к чемпионату мира. Пятиборцы завоевали шесть медалей чемпионата Европы среди юниоров. Самарские спортсмены занимают лидирующие позиции в российском пляжном теннисе. В Москве прошел чемпионат страны по пляжному теннису. Самарский женский тандем Екатерина Киргизова-Наталья Тимофеева стали серебряными призерами. А Николай Гурев отдуплился серебром. Сначала в паре с Иваном Сыровым из Санкт-Петербурга, а затем в миксте и тоже с питерской спортсменкой Юлией Чубаровой. В Софии, Болгарии на чемпионате Европы по современному Пятиборью среди юниоров самарские атлеты завоевали шесть наград. По ходу соревнований Олег Наумов в командном зачете конкурировал за первое место с белорусами и поляками. Перед заключительным видом программы комбайном лидировала сборная Белоруссии, но в итоге на финиш пришла первая российская команда. Вторую медаль, но уже серебряную, Олег Наумов получил в личном первенстве. Бронза у самарчанки Ульяны Баташовой в командном зачете, а чемпионами Европы в смешанной эстафете стали Екатерина Макарова и Николай Дудко. В Венгрии на чемпионате Европы по дзюдо среди ветеранов до 80 лет сборная России завоевала 34 медали. 16 золотых, 9 серебряных и столько же бронзовых. Свой вклад в наградную копилку внесли самарские дзюдоисты. Золото у мастера спорта Рамиля Гельмеддинова и серебро у Андрея Салмина. Обоим нет и 40 лет. Кроме того, спортсмены по итогам командного первенства получили бронзовые медали. Впереди у самарских борцов сентябрьский чемпионат мира. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин